Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, блин, и тут нету ничего Выставляет требования об оплате данной задолженности до 4 февраля Сейчас вот вы поговорите, я позвоню жене, вдруг у нее прибавилось в кошельке Я вот эти тоже заклинания произнесу Надо к соседке сходить и тоже заклинание это произнести Банк вправе выставить А надо вот это заикаться, как вы говорите, выплатить, выставить Надо заикаться, вот это важно Сергей Федорович А, еще слово Сергей Федорович надо не забывать говорить Просто подхожу, здрасте, Софья Ивановна Потом говорю, Сергей Федорович, банк, выплатить, выставить И посмотрите сейчас в кошельке И все, что у вас там теперь лишнего, отдайте мне это, благодаря моему заклинанию А, вот это добавить нужно, да, еще нужно добавить вот это слово, да Сергей Федорович, на данный момент вы не готовы к разговору О, ну я чувствую, у меня сейчас кошелек разорвется на части Вот вы наговорили Это действительно работает, по вашему мнению, да? Вот это вот, билиберда работает, по вашему мнению? Вот это кто-то боится вот этого? Сергей Федорович, я вас не пытаюсь, пугать я вам просто Не, ну я не знаю, кто боится, может быть, демоны боятся какие-то Которые не дают людям нормально в этой стране жить, зарабатывать И содержать семью, и обеспечивать кредитные обязательства А может быть, у Грефа, да, в Сбербанке, чем-нибудь с головой случится И он сделает процентную ставку, как, допустим, в той же Праге, да, вот в Чехии 2% Сбербанк берет Или, да, в Швеции, да, тоже 1,5% Сбербанк берет с граждан Швеции А вот граждан России... Что? ...кредит в 2011 году Да нет, не заставлял, но в этом году совершенно другая ситуация у меня была, понимаете И стоимость доллара другая была Центробанк не выполнил свои обязательства, взятые перед гражданами В течение года доллар не повышается существенно, Сергей Федорович Да ладно Уже в течение года И что теперь? Так он повысился, к чертовой матери, так, что я в 2 раза меньше стал иметь денег Зарплата осталась прежняя, а цены выросли чуть ли не в 2 раза И что вы на это скажете? Банк вам может пойти навстречу, вы можете оформить реструктуризацию Да ладно, знаете, как я реструктуризацию называю? Это красивая дорожка, высланная в еще более глубокое болото Вы что, хотите сказать, что банк сам себе в карман залезет, что ли? Или банк страдает, там, ночами не спит, тот самый Греф в надежде на то, что... В мечтах о том, как помочь людям Греф живет в особняке за 23 миллиарда Понимаете? И не обеднеет ваш Греф А вы гнете спину на этих людей Ну и что там? Ну и говорим о меня, да Ну и что теперь? Ну и что теперь? Что не устраивает банк? То есть на данный момент вы не готовы вести нормальный диалог? Почему? Давайте в суд пойдем и там будем вести тот самый диалог Хорошо, Сергей Федорович, а вы знаете, что документы будут переданы в суд Так я вам предлагаю, вы сейчас меня слышали, я и предлагаю Давайте пойдем в суд Я вам объясняю, что будет потом Я знаю очень хорошо, что будет потом Вам необходимо будет помимо данной задолженности, которая составляет на сегодняшний день 744 900 рублей До решения суда у вас сумма увеличивается за счет начисления штрафов в потеннии После решения суда вам необходимо будет... А кто эти штрафы... Подождите, перебью Кто эти штрафы вообще? В исковом заявлении вы их укажете? Штрафы? Сергей Федорович... Да вы максимум можете неустойку указать, о каких штрафах вы речь ведете Да ни один судья не примет в исковом заявлении термин штраф Штрафовать только гражданина можно по решению суда В условиях кредитного договора, пожалуйста, перечитайте А, там есть слово штраф в условиях кредитного договора? Сергей Федорович... Подождите, ответьте мне сейчас на вопрос В тексте договора есть слово штраф? Я не договорила Ну договорить, давайте Ну только в контексте своего договорю Скажите, ответьте на мой вопрос А вопрос звучит так Есть ли... Это очень важно Есть ли в тексте договора слово штраф? Штраф, ни неустойки Ага, все Дальше говорить можете со своими друзьями И на основании 452 статьи Гражданского кодекса РФ Договор в этом случае будет признан незаключенным Либо будет подлежать расторжению Потому что штрафовать гражданина имеет право только судья в этом государстве Хорошо, тогда Сергей Федорович На основании статьи 307, 309 и 310 Гражданского кодекса Недопустимо в одномстороннем порядке Отказываться от исполнения обязательств Да, если это происходит То если это произошло То вы свою вот эту вот Скажем так Эмоциональную часть Должны успокоить в суде Вот слово недопустимо Никаким образом не может повлиять На то, что между нами происходит Ну недопустимо и что дальше А я допустил Вы пострадавшая сторона Обращайтесь в суд, друзья Значит, Сергей Федорович Я продолжил последствия неоплаты Ага Ну вы уже понимаете, да Уже заикаться начинаете, да Что вот Видимо все-таки человек попался компетентный, да Ну давайте Сергей Федорович Вам необходимо будет оплатить Издержки Судебные 7% 7% 7% Да, это исполнительный сбор А какие же судебные издержки Вы там Вы какие-то судебные издержки Там нарисуете И какие же вы там судебные Вы что, адвокатов Нанимать собираетесь Материальная база Слабенькая, да У вас, мадам Слабенькая Что-то там написали вам Вот знаете, когда человек не знает, что сказать Он очень часто повторяет имя собеседника Это чисто Чистая психиатрия А потом начинает искать Искать способы, чтобы слиться Да, это один из способов, чтобы слиться Да Да, вы пытались меня запугать У вас не получилось Душа моя У вас нифига не получилось Я вас не пыталась пугать Это не в моей семье Но вы давить пытались У вас в скрипте В вашей методичке написано Нужно мотивировать человека на платеж Тем-то, тем-то способом Сейчас на основании 230-го федерального закона Ваши возможности сильно уменьшились И вам сейчас приходится там Скрипеть зубами от злости Из-за того, что вы ничего не можете Сергей Федорович А вы знаете о том, что По данному закону 230 Который вы мне озвучили Да Я имею вам право звонить Два раза в неделю По каждому из кредитных продуктов Которые у вас Ну и звоните Я что против? Ну и что? А, это вы сейчас блеснули? Это вы блеснули знаниями? Ну молодец Браво Аплодирую стоя И что теперь? Ну каким это образом Может мне помешать жить? Ну звоните Побеседуем Данный закон Данный закон Вы знаете, как он регламентируется? Раз вы его озвучиваете Этот закон Понимаете В дополнение к закону Вынесен по банкам И банковской деятельности Да? Понимаете? Вот какая Чепуха Этот закон не самостоятельный Это дополнение Что из закон О банках и банковской деятельности? Те статьи, которые вы Сейчас применяете В разговоре со мной Они никаким образом Не могут противоречить Другим статьям То есть закон состоит Не только из тех статей Которые вам ваши Работодатели написали Еще очень много статей Которыми можно манипулировать В судебном разбирательстве Легко и просто Это вот Мы банковские сотрудники Очень жаль Я вам очень сочувствую Очень сочувствую Вашему выбору банковскому Вы не банковский сотрудник Вы звонилка Мне сочувствовать Мне сочувствовать Не нужно Уже поздно, да? Мы с вами У вас имеем кредитные обязательства Пожалуйста Вы можете Сочувствовать себе А мне-то Что сочувствовать? Ну зачем мне Самому себе сочувствовать? Вы слышите В моем голосе Какое-то разочарование? Вот если ваш разговор записывается Послушайте меня И себя И посмотрите Какая разница Как вы заикаетесь Бекаете, мекаете И как я уверенно Веду диалог с вами Потому что я все знаю Понимаю Потому что я не могу Разговаривать Когда меня Человек перебивает Да почему же вас Ну скажите что-нибудь Давайте Вы отвечаете Мне на вопрос Банк выставил требование Об оплате до 4 февраля Где оно? Где оно? Где это требование? Сейчас я как сотрудник банка Выставляю вам требование Об оплате до 4 февраля Сейчас подождите Вот вам деньги Вот вам деньги Сейчас я как клиент банка Вам отдаю деньги Вот они Знаете Возьмите Все до копейки С запасом Не-не-не-не-не Я вам отдаю сейчас деньги Вот они Посмотрите Вот они Вот они Я сейчас как клиент банка Вам отдаю деньги Забирайте Ну что не берете? По каким дополнительным номерам Телефону с вами Можно еще связаться 03 звоните И говорите Что голова болит у вас И приедут от меня Домашний стационарный 1414 Актуальный номер телефона? 1414 Да Больше никаких цифр не набирайте 1414 Просто набирайте И все И говорите И меня вылечат И тебя вылечат Так и говорите Я вам деньги отдаю Вы же требования Да Вот вам деньги Нате Забирайте У вас таких много там, да? Сотрудни Высокое моральное удовольствие Я получил от этого разговора То же самое удовольствие Я получил Когда переслушивал Эту запись Ну назову его Раскатал в блин Ну правда же Раскатал к чертовой матери Без всяких комментариев Друзья мои Кто хочет понять Как все это устроено Почему так можно себя вести С сотрудником целого Сбербанка Пожалуйста В описании ролика Ссылочка на сайт Компании Алям Там есть видео Как устроена работа Кредитных юристов Компании Алям Смотрите Вникайте Кому нужна юридическая помощь Обращайтесь Все по инструкции Ну и Ссылочка на группу Вконтакте Там все ролики Дублируются Кому понравился ролик Ставим лайк Этих лайков Я думаю будет много Пишем комментарии Подписываемся на канал Кто еще этого не сделал На связи был Кузнецов Дмитрий Евгеньевич Руководитель Компании Алям Центра юридической защиты До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»